Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вторник, 12 октября, и вот какие принесли сороки новости на хвосте. Как писал телеграм-канал «Горожане о Рязани» Николай Любимов провел, на мой взгляд, важные кадровые перестановки в своей структуре. Он поменял начальника правового правления, поставил Рязанца Александрова. Человек ученый, заслуженный. Это такой посыл, что не надо формально относиться к своим вещам. Еще один такой важный момент. Наверное, Любимов начал понимать, что он проигрывает информационные сражения с множеством своих оппонентов. Поэтому начальник управления в правительстве по информационной политике и делам территории Елена Захарова, такая важная фигура, которая была убрана, которая там усидела при многих губернаторах, ее не стало. И выходные дни принесли нам такую новость, что в заповеднике, в государственном заповеднике или заказнике в Сараевском районе был сотрудниками МВД. Был задержан целый ряд высокопоставленных чиновников рязанского правительства. Компанию эту все возглавлял чужой для региона Михаил Семенов, который так и не обнародовал свою биографию. И якобы вместе с ним был начальник управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Олег Наумов, ну и другие чиновники поменьше. Так вот, Николай Любимов провел кадровые перестановки, подписал распоряжение о том, что до 1 декабря должны быть вакцинированы 80% сотрудников практически всех отраслей, которые представлены в регионе, и уехал в отпуск. А тут вот ребята попались, по иронии судьбы, как раз Михаил Семенов был в Рио губернатором, исполнял его обязанности. Что? Если это утка, которая запущена солидными федеральными СМИ, то это, в общем-то, подрыв авторитета действующей власти в Рязанской области. Ну а если это не фейк, то посмотрим, как чиновники будут из этой ситуации выпутываться. И люди, которые вот об этой новости узнали, мне рассказывали, говорят, как они посмели. Они имели в виду не чиновников, а сотрудников полиции, задержавших их. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok